Всем привет! Сейчас самое начало апреля. Тихий погожий денек, выглядывает солнышко, снег на полях почти уже сошел. Выбрался я на северо-запад Московской области, Волоколамский и потом Латашинский, потом Шаховской район. Сейчас заехал к лесу, немножко после дороги перевести дух, послушать птиц, посмотреть на поля. Сейчас поеду проведу несколько гнезд пустайстов, потом заеду на пруды Латашинского рыбхоза, там наверное еще лед, ну может быть кто-то уже прилетел, все равно интересно посмотреть. А здесь у леса, здесь у леса поют большие синицы, поет певчий дрозд, поет Зарянка, стучат дятлы, такие на слух я сказать не могу. Кричала же лна, ну в общем весна тут в полном разгаре. Ладно, поеду сейчас посмотрю несколько башен водонапорных, прилетели аисты или нет, а потом заеду на пруды Латашинского рыбхоза. Выглянуло солнце и над оттаившим полем сразу начал образовываться туманчик. Солнце нагревает пожухшую траву, с нее испаряется влага. А вот там, в теньке, где еще лежит снег, туманчик держится постоянно. Очень красиво, он образуется прямо на глазах, также быстро пропадает. Поют зяблики, на окраине леса поют лесные коньки, большие синицы, перестукиваются дятлы. Красота, просто красота. Немножко дунул ветерок и туман пошел стелиться вдоль поля. Ну вот, на первом гнезде пара аистов. Одна птица сейчас слетела, наверно кормится. Вторая сидит, кораблит гнездо, чистится. Возвращается вторая птица. Принесла немножко строительного материала. Подновить гнездо. Добавить гнездо. Добавить гнездо. Компорт. Подновить гнездо. Возвращается. Добавить гнездо. Подновить гнездо. Играть гнездо. База будет полностью подо льду. На льду сидят грустные озерные чайки, серебристые чайки, вороны, несколько серых цапель. Здесь пока еще никого интересного нет. Гуси. Что-то поднялся ветер. Вышел посмотреть какой пруд. Нашел камышовую овсянку Кересну. Первая встреча в этом году. Да, подразвезло конечно дорогу. Ее еще похоже, то ли весной уже, то ли осенью прошли грейдером. Похоже, счистили весь слой по щебенке. Теперь тут просто глинка. Продвинулся немножко дальше. Пруд уже открыт от воды. Плавают Хохлатые черники, красноголовые нырки. Несколько свизей, кряквы. Ну вот, если вода есть, то и птица держится. Только что спугнул двух куропаток. Сидели вот здесь под ангаров. Улетели куда-то в камыши. Самый интересный пруд полностью зарос. Возможно, его почистят и зальют. Но сейчас он весь зарос. Не знаю, будет слышно на камеру или нет. Но с пятого пруда кричат лебеди. Сейчас мы обязательно туда поедем. Эх, жалко лебеди сидят на противоположном берегу пруда. Далековато до них. Пока по голосам и в бинокль смог рассмотреть кликунов и шипунов. Возможно, среди них есть и малые лебеди. Попробую зайти с другой стороны. Может быть, там с угла еще посмотрю. Плавают кряквы в связи. Рядом с ними несколько серых уток. Лебеди устраивают перекличку. Лебеди устраивают перекличку. Кряквы, свизи, серые утки. Шилохвости. Наотмели кормятся кликуновые. Шилохвости. 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 На третьем пруду нашли. Два малых лебедя, пролетные гости из тундры. Малый он же тундряной лебедь. Малый он же тундры. Взлетели, что-то их испугало. На выростных прудах при въезде как-то пустовато. На воде несколько хохлатых чернитей. Где-то попискивает свисть. Мелочи никакой нет. Кричит где-то ворон. Из интересного с 13 пруда несколько раз ухнул и выпь. Так, в общем-то, пока и всё. Ладно, поеду я дальше. У меня ещё несколько интересных мест на примете. Стал отъезжать. С 13 пруда поднялись лебеди. Почти 3 часа дня. Заехал в лес. К тому же натянуло туч. Начал дождик накрапывать. В лесу всё равно хорошо. Жизнь кипит. Поют зяблики. Поёт крапивник. Кричит встревоженный большой пёстрый дятел. Большие синячки поют. Лазоревки. Слышал белобровика. Певчего дрозда. А лес ещё пока весь залит. В низинках стоит вода. Ещё лежат остатки снега. На ольхе следы зимней кормёжки лося. Весной везде интересно. Что-нибудь да увидишь. Вот на поле сидят тетерева. А над ними заливается жаворонок. Добрались мы до очередного места, где я хочу прогуляться. Месяц назад я ходил вот туда вот. А сейчас мне хочется пойти прогуляться в противоположную сторону. Вот такая маленькая полузаваленная просека. Туда мы и пойдём. Может, что интересное увидим. Какой-то дятел постарался. Надолбил целую охапку опилок. Да, тут ещё есть лес под снегом. Интересно. Всего-то километров, наверное, 20 от того места, куда я заезжал чуть ранее. Там снега уже, можно сказать, и не было. Так. Спасибо. 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 Вот это ничего себе кто-то постарался. Целый муравейник накромсал. Не иначе это жилна. Почти 3 метра по высоте раздолбалом. Спасибо. 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 Продолжение следует... Доплелся я кое-как до намеченной полянки. Она что-то как-то уже заросла по сравнению со спутниковым снимком. Да. Идти, конечно, радость-то ещё. Постоянно попадаешь в колеи от какой-то техники. И проваливаешься. Было бы птиц побольше, наверное, было бы повеселей. А так... Постоянно слышны только снегири. Несколько раз пропела Лазоревка. Пару раз слышал московок. Да, один раз пролетел в таковом полёте, хлопая крыльями вехерь. И всё, почти на полтора километра леса. Ладно. Пойду выбираться к машине. Ладно. До встречи. Пролетел в такт соус. Вес. выглянул солнце похоже ненадолго вокруг все серое и затянутые тучами углы сняли на кольце оттечивания подогрев окна кольца золотистый золотистый Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Напровалился в снег Напрыгался Тоже хорошо Все, сейчас пойду к машинке Наверное попью чайку Перекушу И буду думать что делать дальше Домой-то пока еще не хочется А ехать уже некуда Наверное сейчас попробую Покататься вдоль полей Может быть журавлей где найду Заехал проведать Небольшую колонию цепель Удивляет тот факт Что эти довольно осторожные птицы Ездятся в небольшом леске Прямо на окраине деревни И внизу Почти прямо под гнездами Все вытоптано Валяется мусор Место явно популярно Среди местной отдыхающей молодежи Совсем рядом Есть гораздо более Угромные участки леса Но нет Они обосновались Именно здесь Возможно Причина именно В близости к деревне Вряд ли здесь будут стрелять Вот она Вот сидит цапля на гнезде Рядом на елке Еще одно гнездо Что-то совсем ветер К вечеру поднялся Совсем стало неуютно Холодно И домой ехать рано И здесь делать нечего Сейчас поедешь Попадешь в самую пробку на Мкаде Мкад 6-10 Не соваться Что ж Поеду дальше Вдруг повезет Что-нибудь В такой ветряду И насмотреть Мкаде На катушке сидит земняк, внизу на поле конёк. Большие кроншнобы. Уже не надеялся их встретить, хотя на этом поле они встречаются практически постоянно в гнездовой период. И несколько раз даже были с птенцами. Большие кроншнобы. Ну вот и закончена поездка. Практически стемнело, время дня уже около восьми часов. И под самый конец дня меня ждало несколько сюрпризов. Сначала прямо передо мной дорогой перелетела болотная сова. А сейчас остановился на проверенном местечке перед самым выездом на Новую Ригу. Здесь такой Пикассо и прямо надо мной сейчас протянул вальшноб. Ну всё, собираюсь и еду домой. Пикассо и еду домой. Пикассо и еду домой. Пикассо и еду домой. Продолжение следует...